Укрепление рубля подняло настроение москвичам, которые купили недвижимость за границей в кредит. Ставки за рубежом часто в несколько раз ниже, чем в России. Правда, выгода может быть обманчивая. Это выясняется, когда от дома или апартаментов уже почти не избавится. Иван Пашков о темной стороне такой заманчивой зарубежной ипотеке. Ипотека под 3,5% это реально. Владелец четырехкомнатной квартиры в Испании Дмитрий Иванов на собственном опыте убедился. Получить такой кредит за рубежом россиянин может без каких-либо проблем. Вообще не представляет сложности. Главное показать легальный доход, что он есть в России. Что он легализован и что вы платежеспособны, что у вас на счету есть деньги. Но когда прошлой осенью курс европейской валюты уверенно пополз вверх, Дмитрий понял. Даже небольшой кредит в 35 тысяч евро сейчас ему не по карману. Когда это все ударило, я пошел договориться с банком. То есть какое-то время не платил. Совершенно спокойно там был у меня русскоязычный директор, с которым мы созванивались, с которым я объяснял эту ситуацию. Он это довольно-таки понимал. Потом предложил решение, то есть чтобы это заморозить или вы приостановите. Испанские банки, у которых еще со времен прошлого кризиса на балансе осталось много квартир обанкротившихся заемщиков, сегодня готовы идти на компромисс. Как вариант замораживать погашение кредита на срок до двух лет. Естественно с увеличением процентной ставки. Но вот новые кредиты, особенно на небольшие суммы, они выдают уже менее охотно. Если вы рассматриваете квартиры, скажем так, до 100 тысяч евро, то ипотеку получить достаточно сложно, потому что в Европе подразумевается, что 100 тысяч евро в принципе у вас должно быть. Если же вы рассматриваете вариант дома от 100 тысяч евро, либо жилой недвижимости, либо коммерческой недвижимости, то да, конечно можно. Россиянин, приценивающийся к квартире или домику за рубежом, сегодня вправе рассчитывать на ставки в пределах от 2 до 5, максимум 8% годовых. Но вот в таких популярных странах, как Болгария, Черногория или Кипр, а также Греция, Арабские Эмираты и Таиланд, дома и квартиры предпочитают продавать не в кредит, а сразу целиком. Что даже к лучшему. Наши налоговые органы не одобряют сделки в странах, которые не борются с отмыванием денег, то есть не входят в группу ФАТФ или организацию ОСР. А даже в Европе таких немало. Открыть счет в местном банке и перевести на него средства из России для покупки недвижимости там еще разрешено. А вот получать на этот счет доход, например, от сдачи квартиры в наем, уже нет. Потому что тогда мы нарушаем режим счета по нашему валютному законодательству. И это грозит штрафом от 3-4 до всей суммы операции. Попытка же избавиться от ставшей ненужной из зарубежной квартиры по нашим законам и вовсе превращается в головную боль. Продать это вообще конец света, потому что эта операция как не была в разрешенных, так и ее по большому счету не предвидится. То есть продать можно только одним способом, объяснив иностранному покупателю, кто такой Сбербанк или еще какой-то банк в России. И чтобы платеж шел сразу напрямую на счет сюда, в Россию. Поэтому любая покупка квартиры или дома за рубежом для россиянина становится непростым делом. Помимо начального взноса нужно приготовиться к обязательным затратам. К комиссии, риэлтору, банку, переводчику и нотариусу, что в сумме составляет около 10% от сделки. А потом заложить в смету еще и расходы на юридическую консультацию. Иначе штрафы от российских налоговых органов перекроют все преимущества низкого процента по ипотеке. Иван Пашков, Москва, 24.